Дорогие мамы и папы, дочери и сыновья, бабушки и дедушки, приглашаем вас в детский радиотеатр. Дорогие мамы и папы, дочери и сыновья, бабушки и дедушки, открой. Я это значит кто? Ну, скажем, свой. Ну, трудно представляться через закрытую дверь. Откроешь, тогда увидишь. Но я не открою, пока не узнаю, кто вы такой. Ну, я стану так, чтобы ты видел меня в глазок. Ну, как? Вот сейчас хорошо? Видишь? Вижу, но все равно не знаю, кто вы. Будет лучше, если вы придете позже, когда мама вернется. Мама говорит, чтобы я не открывала дверь никому чужому, когда я дома одна. Я не совсем чужой. Все равно я не открою. Кроме того, дверь заперта на ключ. И даже если бы я хотела, то не могла бы ее открыть. Ну, ладно. Я подожду твою маму. Здравствуй, это я. Радио-спектакль по пьесе польского драматурга Марии Эвы Летки. Радио-спектакль по пьесе польского драматурга Марии Эвы Летки. Вы еще там? Да. Я сказал, что подожду. Вот я и жду. Вам придется долго ждать. Мама вернется через несколько часов. Ничего страшного. У меня времени много. Я подожду. А знаете, я придумала. Если захочу, могу открыть. Приоткрой немного дверь и закроюсь на цепочку. Эй, не двигайтесь. А то я прихлопну вам руку. А если я вставлю в дверь ногу, что тогда? Тогда я прихлопну вам ногу. У меня очень толстые сапоги. Знаешь что, я лучше сяду на корточке здесь у стены. Тогда тебе будет спокойнее. Ты видела когда-нибудь присевшего вора? Нет, я никогда не видела вора. Только по телевидению. Вполне возможно, что когда он готовится к нападению, то приседает. Вы приехали к нам в гости? Да. Да. Очень давно я здесь не был. Вы надолго приехали? Вообще-то мне все равно. Но если ненадолго, то я вам дам адрес маминой работы. Вы можете туда поехать и встретиться с ней. Вижу, что ты непременно хочешь выгнать меня отсюда. Но ничего у тебя не выйдет. Кроме того, мне приятно с тобой поболтать. И мне тут удобно. Я должна угостить вас чаем. Вы согласны пить чай там, за дверью? Я? Я согласен. А почему ты так смотришь на меня? Потому что вы странный человек. Немного смешной. Никто из знакомых мне взрослых не согласился бы пить чай на лестнице. Мышка, я не войду в квартиру, пока ты сама меня не захочешь впустить. Почему, Мышка? Я не похожа на мышку. Скорее на зайца, потому что у меня два передних зуба длиннее остальных. Но я пошла за чаем. Мышка, я не могу. Осторожно, он очень горячий. Я положила две ложечки сахара и себе тоже сделала. Вот печенье, вот. Я поставлю на коврик. Замечательно. Я люблю макать печенье в чай, как старик. А я тоже. Сейчас получается так, как будто меня держали под замком, а вы пришли составить мне компанию, правда? Угу. Да. Как будто держали в заперти нас вдвоем. Кто? Ну, злой старик, который макает печенье в чай. Или злая ведьма, которая держит все под запором на цепи. Скажите, пожалуйста, вы мамин знакомый? Да. Ну, в какой-то степени, да. Угу. Вообще-то меня это не интересует, но я спрашиваю потому, что надо о чем-то говорить. А вы не живете в нашем городе? Когда-то давно я жил тут. А я живу с самого начала. Вместе с мамой. Хожу в школу, но вчера я кашляла, и мама велела мне оставаться дома. Она рассердилась, если бы узнала, что я стою у открытой двери. Ну, тогда лучше закрыть дверь, а на меня не обращай внимания. Э, нет. Одной дома ужасно скучно. Я немного читала, потом смотрела в окно, а я видела, как вы шли. Если вы знакомы мамой, может быть, вы знаете также и моего папу? А ты часто о нем думаешь? Я его не помню. Он ехал, когда я была совсем маленькой. Теперь уже не тоскую, но иногда считаю разные вещи. Я расскажу вам что-то, но только при условии, что вы не будете смеяться. Даю честное слово, что даже не улыбнулся. Ну, значит так. Иногда я считаю разные вещи. Ну, например, на прогулке говорю себе, что если встречу двух девочек в одинаковых свитерах, то значит, что приедет папа. Я однажды встретила, но он не приехал. Думаю, что я просто не рассмотрела, как следуют эти свитера. Или, наверное, они чем-то отличались друг от друга. То, что я говорю, очень глупо. Нет, нет. Мне бы и в голову не пришло, что это глупо. Я рада, что вы так думаете. Потому что мама говорит, что я должна бросить, считать и ждать. Но раз папа до сих пор не приехал, то видно, он уже не приедет. А когда я вырасту, сама его поищу. Хотите еще чаю? Нет, нет, спасибо. Расскажи мне еще о себе. Ты так хорошо рассказываешь. Правда? У меня все так обыкновенно. И школа, и дом. Я их люблю, но они обыкновенные. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот можно уехать надолго, а потом вернуться? Можно. Вы тоже от кого-то уехали? Или, может быть, кто-то от вас уехал? Когда-то, очень давно, но я уехал от тебя. Входи. Папа, я не знаю, что сказать, потому что я не привыкла к тебе. Ничего, ничего. Я взрослый и тоже не знаю. Не знаю, что говорить. Но ты первая, скажи что-нибудь. Дорогой папа, я очень рада, что ты приехал. Вчера меня спрашивали по польскому языку. Мы читали книгу по ролям. Я читала лучше всех. Ты ведь приехал не на один день, правда? Мне бы хотелось остаться навсегда. Но после стольких лет это зависит не только от меня. Иди сюда. Давай сядем и посмотрим немного друг на друга. Ладно? Хорошо. Садись сюда. Я всегда представляла себе, что когда ты приедешь, ты захочешь сесть именно сюда. А это что? Это особенное место? Да. Вот отсюда видно всю квартиру. Видно зеркало в прихожей. А в нём отражается кухня и моя комната. Мам говорит, что я очень шустрый, и поэтому так люблю знать, что происходит во всей квартире. Ай, наверное, это правда. Потому что иногда я хотела бы находиться одновременно в нескольких местах. Когда я смотрю фильм о природе Южной Америки, я бы очень хотела быть там. Но если через минуту показывают фильм об Австралии, я бы хотела быть и там тоже. Ой, ужас. Я так много болтаю. Но, честно говоря, я не знаю, что мне говорить. А в этом пакете что-то для меня, да? Да. Да, да, да. Я совсем не знаю, что любят девочки в твоём возрасте. Но, может быть, тебе это понравится? Ах, тюлень! Ой, какой красивый! Папа, у меня ещё никогда не было такого красивого талисмана. Я посажу его на своём письменном столе. Эй, ты видишь меня? Видишь, Тюленья? Можно я себя бы к тебе на колени? Ты такой большой. У двери ты показался мне меньше. Наверное, у двери все кажутся меньше. Это ты ещё очень маленькая мышка. Можно я буду так тебя называть? Ты такая, какой я хотел тебя видеть. Значит, какая? Ну, милый и весёлый. Я очень хотел бы тебе сказать, почему меня так долго не было. Но не умею. Как только сумею, то попробую. Дашь мне немного времени? Да. Столько, сколько захочешь. Ведь это не к спеху. Ты приехал надолго. Но если не скажешь сегодня, то завтра или послезавтра. Скажи мне только, когда мы виделись в последний раз? Или нет, я первая. Это было летом. Мы все пошли в зоопарк. Остановились перед клеткой с гориллой. Ну, тогда я ещё не знала, что это была горилла. Но помню, что тот, кто ухаживал за этой обезьяной, кричал ей, Нюня, поцелуй меня. Я так хорошо это помню, потому что было очень смешно. Только тебя я очень долго не могла вспомнить. Но теперь я вспомнила. Если мама стояла с одной стороны, а я стояла в середине, с другой стороны должен был быть ты. Я вспомнила, у тебя были коричневые сандалии. Да ты всё перепутала. У меня никогда не было сандалий. Последний раз мы действительно виделись летом. Но мы пошли есть мороженое. Мама не хотела купить тебе мороженое, потому что она боялась, что ты простудишься. Но тогда ты начала ныть таким ужасным голосом. Я буду есть медленно. Ты так долго ныла, что наконец мы купили тебе мороженое в трубочке. И ты ела так жадно и так быстро, что даже нос у тебя посинел. Твои руки были липкие, холодные, и вокруг тебя летали осы. Ты спишь? Нет. Слушаю. Покажи мне ещё раз, как я ныла. Буду есть медленно. Это очень странно, что ты помнишь то, чего я не помню. И наоборот. Но это хорошо, да? Получается больше. Почему ты так смотришь странно? Что-нибудь не так? Нет, нет, всё так. Я гляжу на твою чёлку. Твой парикмахер косой. Ну, ты же догадался, что это я сама. Ну, если хочешь, можешь её подровнять. Согласен, согласен. Дай мне ножницы. Я только предупреждаю, что я плохой парикмахер. Они были где-то здесь. Ага, вот они. Так, я сяду к окну. Так, только закрой глаза. И подними голову. Ой. Так. Так. Ну, вот, кажется, хорошо. Так, вот, ещё немножко с правой стороны. Вот теперь хорошо. Хорошо. Щекочет. Ужасно. Ой. Подожди, мне надо посмотреть в зеркало. Так. Тебе не кажется, что слишком коротко? Да, ты знаешь, действительно немного коротко. Но ты выглядишь по-весеннему. Как будто эта чёлка только что выросла. Или нет. Ты выглядишь как... Ну, как... Как маковка. Маковая мышь, да? Мама посмотрит и скажет, вот, опять из себя сделала чучело. Нельзя тебя одну дома оставить. Ну, ведь ты дома не одна. Да. Но мама ещё этого не знает. Какое-то счастье, что я вчера кашляла. Если бы я пошла в школу, ты бы весь день стоял под дверью. Это было бы ужасно. Папочка, а ты будешь ходить со мной на каток? У меня есть коньки, я умею кататься. Но я могла бы учиться ещё раз с самого начала. Мои подружки ходят на каток со своими отцами, потому что мамы боятся выйти на лёд. Будем так кататься, что искры полетят. Знаешь, время от времени тебе придётся подсказывать мне, что делают отцы, как поступают и... Ну, вообще, я могу сначала не знать, но учусь, очень быстро научусь. А почему ты так погрустнел? Разве я сказал что-то не так? Нет. Ну, я сама не всегда знаю. И могу плохо подсказать. Я вижу их во дворе на прогулке, а дома нет. Если я навещаю свою подружку, она играет со мной, а её папа в другой комнате, смотрит телевизор или читает, или что-нибудь в этом роде. А мне кажется, что они всё время беспокоятся о своих дочерях. Да, даже тогда, когда они злятся и говорят, ты опять запачкалась грязью, по лужам бегала. Ты будешь тоже иногда так говорить. Но ведь дети твоего возраста не бегают по лужам. Да, это правда. Но тебя тогда не было. А ты знаешь, как ведут себя девочки в моём возрасте? Что они делают, когда радуются? А что, когда они грустят? Ну, минуточку, дай мне подумать. Когда они радуются, они улыбаются. Они тогда весёлые и милые ходят с собакой на прогулку, если у них есть собака. А если у них кошка, тогда меняют ей песок в коробке. Правильно я говорю? И не надо их долго просить, чтобы они вынесли мусор или помыли посуду. Вот именно. И они умеют приготовить обед. Ну, мало девочек умеют обед приготовить полностью. Но зато они чистят картошку и делают бутерброды. А хлеб всегда режут толстыми кусками. Правильно. Видишь, ты знаешь. Кроме того, они ходят в магазин. Ну, что ещё? Так, минуточку, минуточку. Может быть, они любят наряжаться? Обережаться? Очень. Папа моей подруге всё время повторяет. Не стой столько перед зеркалом, а то увидишь чёрта. Скажи мне, девочки твоего возраста влюбляются? Угадал? Ну, они, кажется, слишком маленькие, чтобы влюбляться. Ничего подобного. Каждый может влюбиться. Это очень приятно. Я никому ещё об этом не говорила. Но тебе сказала, потому что ты... Да, ведь я почти ничего не знаю о девочках твоего возраста. Не грусти, папа. А на самом деле я ничего не знаю про отцов. Ничего. Я только умничала. Ну, что мы теперь будем делать? Может, пойдём на кухню, съедим что-нибудь? Хорошо, пойдём. Так, садись и жди, а я сделаю омлет. Так, это всё очень просто. Легко яйца, отдельно белок, отдельно желток. Теперь добавим молока, значит, и муку. Так. Так. А, несчастье. Комки получились. Ну, правильно. Ты же сначала добавил молоко, а потом муку. Девочка, сиди тихо. Не терплю, когда кто-то сойдётся не в свои тела. Ну, вот комки, видишь, исчезли. Вместо того, чтобы сидеть и ловить ворон, могла бы взбить белок. А я не умею. Ну, ага, не умею, не умею, пора научиться. Так, тогда растопи масло на сковородке. Ну, ладно. Подожди, ты не добавил соли для поднятия вкусовых свойств? Не собираюсь поднимать никаких вкусовых свойств. Так, не стой так близко от сковородки, а то забрызжився горячим жиром. Так, великолепный, а? Видишь, великолепный омлет. Как пахнет, а? Очень маленький этот омлетик и совсем не поднялся. Маленький, ну, стройненький. Некоторые же сами ничего сделать не умеют, но всё критикуют и критикуют. Так, дай мне, пожалуйста, тарелку. Я хочу с сахаром. Ну, на, положи ложечку. Нравится тебе? Так себе. Ну, что такое? Почему не ешь? Я больше не хочу. Ты так мало съела? Вот съешь, тогда скажу тебе что-то. Такая большая девочка, церемонится с куском омлета. У меня болит живот. Это, наверное, от голоду. Если съешь, то дам тебе пять злотых людей. А нельзя подкупать детей. Так я слышала. Ты должен мне разъяснить, что будет, если я не съем. Так, минуточку, а что может случиться, если ты остаешь кусок омлета? Ну, как что? Ну, например, я не буду расти. У меня будут темные круги под глазами. Мой организм потеряет защитные свойства. И первая попавшаяся бактерия загонит меня в постель. Да ну, это неправда. Ну, невозможно, чтобы два таких маленьких кусочка могли столько наделать. Да я знаю. Ну, так говорят детям, чтобы они хорошо ели. Чтобы они испугались. Но ты не должен этого делать. Конечно, нет. Если ты не съешь, тогда я это поглощу. Так, отвернись. О, вот и все. О, мой любимый пылесос. Папа, я бы хотела, чтобы мама скорее пришла. А ты бы хотел? Нет, нет, нет. Ну, то есть я еще не сейчас. Ты не любишь маму. Да нет, ну не в этом дело. Я немного ее боюсь. Когда она меня увидит, она рассердится. Бояться мамы? Это невозможно. Она очень добрая. Не в том ли дело, что она может спросить, почему ты так долго не приезжал? Я думаю, что она даже не захочет спрашивать. Просто будет сердиться. Взрослые иначе думают о тех, кто вдруг появляется после многих-многих лет. А что они думают? Ну, я точно не знаю, но мне кажется, что в таких случаях обычно думают что-то не очень хорошее. Наверное. Но только о тех, у кого не было повода. А о тех, кто в самом деле не мог вернуться, не подумают плохо. Мама, наверное, так не подумает. Когда существует повод, все выглядит по-другому. Можно не идти на работу, в школу. У тебя была какая-нибудь веская причина? Да нет, пожалуй, нет. Нет. Не было никакой причины. Жаль. Лучше, если бы была. Мама более требовательная, чем я, что касается причин. А может быть, ты не умеешь объяснить? Со мной так случается. И тогда кто-нибудь должен мне помочь. Наверное, ты был болен. Да нет. Нет, время от времени я был болен, но не в такой степени, чтобы можно было это считать причиной. Может быть, тебе не хотели дать отпуска? В прошлом году мама не могла взять отпуск летом. Я ездила только в лагерь. Ну, конечно, я немного злилась, потому что сидеть месяц в городе не очень приятно. Ну, что поделаешь, причина-то была. Дорогая, ну, не было никакой такой причины, о которой ты думаешь. Ты должна была дать мне немного времени. Может быть, тогда я бы сумела объяснить. Нет, говори сейчас. Я буду слушать. Ну, понимаешь, проходит год, другой, третий. Я умею считать. Потом четвертый, пятый. Разве ты ни разу не подумал обо мне? Нет, я думал. Как это трудно объяснить. Но время идет. Человек знает, что он должен что-то сделать и хотел бы сделать. Но в то же время он не делает ничего. Ты понимаешь хоть что-нибудь? Ничего. Ты знаешь, однажды я почувствовал себя одиноким. Это было два или три месяца тому назад. Я понял, как я одинок. И мне ужасно захотелось, чтобы кто-то обрадовался моему появлению. Я думал о тебе ежедневно. И пришло мне в голову, что ты... Что ты можешь быть... Тоже одинокой. Но до того дня я думал, что если у детей есть все необходимые вещи, игрушки, книги, велосипеды, тогда им, собственно, ничего другого и не нужно. Ну, видишь, все-таки была причина. Тебя ввели в заблуждение. Ну, как ты все это по-взрослому говоришь. А ты действительно считаешь, что это может быть причиной? А? Лично я не убежден в этом. Я хочу, чтобы это было причиной. И так будет. Когда я возвращаюсь из школы с хорошей отметкой, я чувствую себя так, как будто я привела в порядок все свои дела. Только тебя всегда не хватало. Теперь уже так не будет. И все будет чудесно и приятно. Как свежевыглаженные вещи. Ты любишь нюхать свежевыглаженные вещи? Я никогда не думал об этом. Подожди минутку. Понюхай. Как? Приятно. Приятно. Обещающие как-то... Ну-ка, еще раз подъехай. Этот запах как будто обещает, что что-то начнется сначала. Вот именно. Это мама. Ой, мы даже не успели оглянуться, как прошло столько времени. Ты боишься? Ну, не боюсь. Это ты боишься за себя и за меня. Как сказать маме, а? Ну, лучше всего скажи сразу. Мама. Мама. Папа ко мне приехал. Ири, давай вместе ее встретим. Ой, нет, 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 нет. Ты подожди здесь. Я сама побегу. Мамочка. Мама. Папа ко мне приехал. Девочка. Девочка моя, что ты говоришь? Да-да, это правда. Он ждет в комнате. У него были разные серьезные причины, поэтому он так долго не приезжал. Ну, теперь, теперь уже все в порядке. Он будет со мной ходить на каток и в кино, и кататься на велосипеде. Ирина. Ирина. Почему вы так странно смотрите? Случилось что-нибудь? Мама. Мама, ну ведь ты хотела, чтобы папа приехал. Папочка, ну почему ты так смотришь? Я ведь тебе сказала, что мама очень хорошая. Мама. Кто вы? Вы? Ну, я приехал к своей дочери. Я здесь жил когда-то давно. Моника. Моника, иди, пожалуйста, в свою комнату. Иди. Хорошо, мамочка. Мою дочь зовут Иса. Вашу дочь, да. Но мою дочь зовут Моника. Разве вы еще не понимаете? Вы попали к другому ребенку. Как же вы, как же вы могли не проверить этого? Что вы ей наговорили? Ну, что, что теперь я уже не уеду. Ну да, ну да, да. Этого достаточно. Ничего худшего вы не могли сделать. Прошу вас, уходите отсюда. Уходите отсюда как можно скорее. Ну, это невозможно. Я не мог не узнать своей собственной дочери. Но вы не узнали. Идите. Уходите отсюда. И оставьте нас в покое. Ну, могу ли я увидеться с ней еще? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Ну, я прошу вас. Я прошу вас. Ну, уходите отсюда. Ну, не плачь. Ну, не плачь. Не плачь, доченька. Ну, что ты? Мне так жаль. Ну, перестань. Ну, как ты могла не проверить? Ну, глупышка. Как же я могла это сделать? Ой, ведь он тоже, он тоже любит макать печенье в чай. И уже мне все объяснила я. Мамочка, он ушел. Да, да. Я велела ему уйти. Что же я могла еще сделать? Да. Он мне привез такого красивого тюленя. И говорил мне, мышка, хотя я похожа скорее на зайца. Я вон столько знала о девочках моего возраста. Вот. И подровнял мне челку. Ой. Угу. Мамочка, может быть, это он? Хорошая моя. Хорошая моя девочка. Ну, что ты, ну. Понимаешь, здесь когда-то жила одна женщина с дочерью. Ну, перед тем, как мы сюда вселились. Понимаешь? Угу. Произошла ошибка. Понимаешь теперь? Он был, он был очень грустный. Это взрослый человек. Он должен был десять раз проверить, прежде чем прийти сюда. Ну. Мама, я знаю. Я знаю, почему так случилось. Просто он очень хотел встретить свою дочку. А я, я хотела, чтобы папа приехал. Все, 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 не думай больше об этом, дорогая моя. Мне ужасно жаль. Когда он приехал, когда он приехал, я его сразу увидела в окно. А теперь его нет. Иди сюда. Иди сюда. Странно, ведь у нас только один выход. Иди сюда и постарайся об этом не думать. Поняла? Не думать. Интересно. Где он теперь может быть? Может, он опять под дверью? Можно я выгляну? Ты знаешь, лучше не выглядывай, а? Ну, мама. А впрочем? Впрочем, делай как хочешь. Ты, вы здесь? Не могу уйти. Будешь искать свою дочку? Да. Конечно, это не мое дело. Я только так спрашиваю. Ведь надо о чем-то говорить. Не стой, Устина, я тебя не боюсь. Знаю, знаю. Ведь ты же не закрылась на заквочку. Я хорошо помню. У моего папы были коричневые сандалии. И я была с ним в зоопарке. Я тоже хорошо помню. Я ходил со своей дочкой есть мороженое. Расскажи мне еще раз о своей дочке. Моя дочь была тогда очень маленькая. Она любила мороженое и умоляла. Умоляла купить ей большую порцию. И ужасно ныла? Да. Да. А потом ела так жадно, что нос у нее посинел от холода. Ее руки были липкие. А вокруг нее летали осы. Вы слушали радиоспектакль. Здравствуй, это я. По пьесе польского драматурга Марии Эвы Летки. Над спектаклем работали актеры Татьяна Аксюта, Валентин Никулин и Лариса Наумкина. Режиссер Нина Бирюлина, редактор Надежда Буянова, звукорежиссер Марина Карпенко, операторы Галина Засимова, Галина Тимченко и Людмила Михайлова, шумовое оформление Татьяны Стольновой, музыкальный редактор Кирилл Уманский. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...